Анастасия Крапивко Когда Севастополь получит свой бюджет? Рассмотрение проекта на 2014 год до сих пор стоит под вопросом. Историческая память в опасности. Кто понесет ответственность за осквернение памятников Севастополя? Вакантное место заняли. У футбольного клуба Севастополь новый тренер. Очередная автомобильная катастрофа. Сегодня днем на полном ходу с 10-метровой высоты упал грузовик. ДТП произошло на мосту в районе железнодорожного вокзала. Буквально в нескольких метрах от места аварии стоял пассажирский поезд. А в кабине грузовика помимо водителя находилась беременная женщина. Подробности у Дмитрия Слизовского. Примерно в 14.30 автомобиль, перевозивший куриные полуфабрикаты, протаранил ограждение Днепровского моста и упал возле железнодорожного полотна. По информации городских властей, во время движения в машине помимо водителя ехала 18-летняя пассажирка, находящаяся на 12-й неделе беременности. Сейчас мы проведем необходимые расследования, что явилось причиной падения автомобиля. И по результатам уже будем делать выводы, для того, чтобы предотвратить эту ситуацию в дальнейшем. По предварительной информации, автомобиля заклинило руль и водитель не смог избежать аварии. Оба человека, ехавшие в грузовике, находятся в больнице с травмами средней степени тяжести. Впоследствии ЧП ликвидируют городские службы. Повезло водителю, что он упал сразу не на твердое покрытие, а на грунтовку, поэтому потом машина опрокинулась, поэтому пассажирка и водитель таких серьезных повреждений не получили. Тем не менее, машина получила также повреждения, в связи с тем, будут ее транспортировать в другую сторону, чтобы не повредить, видите, провода, электролинии. В ГАИ причиной аварии комментировать почему-то отказались. Скажите, что произошло здесь вообще? Понятия не имею, уж вы сами видите. А причины какие-то известны? Причины неизвестны. К 17 часам разбитый грузовик убрали с железнодорожной платформы. Сейчас на месте ДТП продолжаются работы по восстановлению моста. Дмитрий Слезовский, Денис Александрович, программа «Наше время». Когда Севастополь получит свой бюджет на 2014 год? Неизвестно. До сих пор рассмотрение проекта стоит под вопросом. Сделать это городские депутаты могут уже на январской сессии. Вся загвоздка лишь в государственном бюджете. Депутаты Верховной Рады никак не могут принять главный финансовый документ Украины. В общем, перечень вопросов пока нет. Проекта решения о местном бюджете 2014. Севастополь ожидает принятие госсметы. Главный финансовый документ страны Верховная Рада рассмотрит 16 января. Мы обязаны в течение 14 дней после опубликования принятого бюджета Украины 2014 год принять бюджет местного уровня, то есть бюджет Севастополя. Поэтому я думаю, что на 2-21 января заседании президиума мы этот вопрос при принятии бюджета Украины включим в повестку дня сессии январской. До 8 января Кабмин собирал предложения всех заинтересованных в главном финансовом документе страны лиц, рассказывают чиновники. В итоге в проект госбюджета 2014 внесено свыше 3000 поправок. Усиленно корректируют сейчас и городскую смету, говорит Элемтар Ахтемов. Мы уже активно ведем работу и заслушиваем всех наших распорядителей, начиная с субботы. Завтра у нас, в принципе, последний день. Мы заслушиваем районной администрации, потом мы проводим первоочередной их свод всей информации по распорядителям. И мы надеемся, что в соответствии с бюджетным кодексом мы примем бюджет, как и положено, в течение двух недель. Представить основные параметры проекта местного бюджета от его разработчиков потребовали депутаты. Просьбу народных избранников озвучил Василий Пархоменко. Отметил, депкорпус готов проанализировать документы и необходимости внести предложение. Не могли бы мы, депутаты, предварительно ознакомиться хотя бы с основными параметрами и как-то обсудить, принять какие-то предварительные решения. Чтобы это не вываливалось в течение тех дней, недели или две, которые будут оставаться до сессии. Сделать эту работу предварительно, передав нам какие-то наработки, какой-то пакет документов, с которыми мы могли бы уже начать работать. Чиновники, в свою очередь, попросили не торопиться и пообещали, все будет, как только закончится работа с главными распорядителями и районными администрациями. Когда мы пройдем своих распорядителей, пройдем районные администрации и районные бюджеты, тогда мы сможем что-то, скажем так, предоставить в городской совете. На 14-ю сессию городского совета депутаты планируют вынести 24 вопроса, 6 из них доработанные прошлогодние, в том числе создание в Севастополе пяти центров первичной медико-санитарной помощи. Согласно предварительному перечню, народные избранники внесут изменения в ряд региональных программ. В частности, коррективы коснутся документа о капремонте и замене лифтов. Планируется принятие проекта отдыха и здоровления детей на 2014-2018 годы и утверждение программы «Молодежь Севастополя» на этот же период. Ближайшее пленарное заседание намечено на 28 января. Ольга Деменчук, Денис Александрович, программа «Наше время». В милиции началась очередная чистка кадров. Более двух десятков сотрудников уже привлечены к ответственности. Таковы результаты служебной проверки, организованные после резонансного убийства мужчины без определенного места жительства прапорщиком БПС. На официальном сайте УМВД говорится, двоих сотрудников органов внутренних дел уже уволили, а четверых освободили от занимаемых должностей. По факту убийства, произошедшего на Приморском бульваре, в совершении которого подозревается сотрудник севастопольской милиции, руководством УМВД Украины в городе Севастополе проведена служебная проверка. В результате нее был выявлен ряд существенных недостатков в организации работы патрульных нарядов и контроля по работе со стороны руководства строевых подразделений районных отделов. По результатам проверки виновным лицам дана строгая принципиальная оценка. К дисциплинарной ответственности привлечено 22 сотрудника милиции. Осквернение памятников в Севастополе, к сожалению, стало уже делом не резонансным, а привычным. Штык и парус, мемориал героическим защитникам Севастополя, монумент Казарскому. То и дело, на них появляются различные надписи и рисунки. Только за последний год случаев такого варварства можно перечислить с десяток. Владимир Сорокин узнавал, какое наказание грозит за это вандалам и как собираются охранять историческое наследие Севастополя городские власти. Жесткая щетка и несколько часов работы. Сегодня неравнодушные севастопольцы очистили памятник Казарскому. Приводить в порядок монумент начали с 9 часов утра, рассказывает Владимир Древятняк. Используя электроинструменты, можно было бы уложиться в несколько минут, но от такого варианта отказались сразу. Все дело в том, что исписанное основание три ремы сложено из крымбальского камня, структура которого пористая. К тому же в наши дни он не добывается, а значит замене не подлежит. Поэтому для очистки решили применять максимально щадящие инструменты. А вот коммунальщики, воспользовавшиеся для удаления надписи растворителем, поторопились. Своими действиями они лишь ухудшили ситуацию, говорят активисты. Сдача, конечно, непростая. И дело даже не в технологии очистки и сложностях, трудностях технологических. Дело в том, что этот памятник в первой Севастополе, в общем-то, представляет большущую ценность. И подход ему, соответственно, был очень и очень осторожный. Поэтому, ну, заняло прилично времени. Все же, я не один народ помог. Люди пришли, неравнодушный Севастополь, из которых тысячи. К сожалению, находится и несколько человек, которые все это гадят. Но, ребята, если вы гадите на сценах, мы идем к вам. Елена Сергеева работает экскурсоводом не первый год. Говорит о возможности подобного вандализма. Раньше даже подумать не могла. Больше всего убивает мысль о том, что это сделали, скорее всего, местные. То есть выросло поколение, не видящее разницу между памятником и забором стройки. Который, как всем известно, строится сначала. Вот требукова, да, к нему прибиваются доски. Очень хотелось бы, чтобы сделали определенные выводы севастопольские родители и педагоги. Вот в том числе и на этом примере. Покажите, пожалуйста, детям вот эту разницу. Учитывая сложившуюся тенденцию в так называемой борьбе с памятниками, необходимо принимать жесткие меры, говорят общественники. Иначе уже расписанные вандалами достопримечательности не станут последними. В данном случае нужно во всех основных памятниках города, в центре хотя бы, поставить веб-камеры, обеспечить их работу и что впоследствии, собственно, наказывать тех, кто, собственно, это нарушает, это делает. Потому что иначе, как бы, смысла, точнее, иначе результата положительного не будет. В понедельник на брифинге первый заместитель председателя госадминистрации Фёдор Рубанов заявил, что вандалы будут образцово-показательно наказаны. Мы публично покажем городу, кто этот человек, какую цель он преследовал. Но самое главное, что закон для всех един, и он неотвратим. Если человек сделал такой постыдный поступок, он должен нести ответственность вплоть до уголовной. О неотвратимости наказания говорят и в правоохранительных органах. За подобные деяния предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. По данному факту, в настоящее время начато уголовное производство. По части 1 статьи 296 Хулиганства Уголовного кодекса Украины проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного уголовного правонарушения. Очистку памятника Казарскому окончили к обеду. Активисты уверяют, уже через пару месяцев воздействия погодных условий зачищенный участок станет таким же, как и весь монумент. Владимир Сорокин, Екатерина Долгополова, Делевиар Меджитов. Программа «Наше время». А вот что ждет памятник вождю мирового пролетариата? В Севастополе вандалы пока до него не добрались. В то время как по всей стране оппозиционеры активно сносят и громят монументы Ленина. Только за первой неделе 2014 года радикалы уничтожили несколько памятников Ильичу. Одесская, Полтавская, Днепропетровская области и, конечно же, Киев, отличившийся еще в конце прошлого года. Не угрожает ли эта участь нашему Ленину, выяснял Олег Савченко. Этот бюст, теперь украшающий офис Севастопольского горкома Компартии, раньше находился во Дворце пионеров. На противоположной стене картина, на которой также изображен один из идеологов коммунизма. События со сносом памятников Ленину в разных регионах Украины севастопольские сторонники Владимира Ильича не просто осуждают, а возмущены до предела. На Ленине эти бандиты не остановятся. Следом пойдут памятники воинов советской армии, потом памятники, связанные с советским прошлым, памятники, связанные с нашей историей взаимоотношений с Россией и прочее, прочее. Что касается главного монумента, вождю мирового пролетариата в Севастополе, то за 2013 год его несколько раз обливали краской неизвестные. Ее следы видны и сейчас. Впрочем, опрошенные нами жители города настроены мирно и отмечают, памятник им не мешает. Равно как не видят они смысла и в его переносе в другое место. История есть у всех, и у людей, и у городов, поэтому если это было, пусть оно и будет. Памятник пустой стоит. У кого нет истории, у того нет будущего. Мне нравится памятник, пусть стоит. Честно говоря, мне не очень это интересно на самом деле. Стоит, стоит, нет, нет. Вот моя усыпальница, мои адмиралы и наш вождь. Однако, если возникнет опасность повреждения монумента, севастопольские сторонники левой идеологии готовы к действиям. Мы видим, что здесь небольшая группа пакостников занимается этим вопросом. Пачкуны, как мы их называем. Поэтому, если не пресекать, как я уже сказал, в самом начале эти действия, они могут иметь самый непредсказуемый характер. Мы отслеживаем в Севастополе эту ситуацию, мы их контактируем с правоохранительными органами, и мы не позволим надругаться над нашей историей. В свою очередь, оппоненты коммунистов уверены, все памятники – символы тоталитарного строя, по сути, антинародного. Потому категорически против подобного наследия прошлого. Я думаю, может, депутат Курнорады считает, что символы тоталитаризма давно надо искоренить. Кстати, замечен такой факт, что где нет символов тоталитаризма, в среднем рост жизни людей на 2-3 года выше. Таких памятников, это мое мнение, надо где-то там оградить проволокой какую-то территорию. Что же касается юридических оснований переименования улиц и переноса памятников, то законодательно они оформляются решением местных органов власти. Для Севастополя, если такая ситуация возникнет, постановлением городского совета. Олег Савченко, Денис Корвель, программа «Наше время». И мы продолжаем. Смотрите далее в выпуске. Лед тронулся. Городские власти пообещали помочь жителям пятиэтажки, страдающие от постоянных потопов. Вакантное место заняли. У футбольного клуба «Севастополь» новый тренер. Жизнь на болоте. Подвал одного из пятиэтажных домов Севастополя постоянно затапливает водой. Профильное учреждение уверяет, что всему виной грунтовые воды, а насоса для откачки жидкости нет. Его попросту украли. Много лет проблема не решалась. Сотрудники водоканала выезжали на место и убирали воду. Но это мера временная. Наконец дело сдвинулось с мертвой точки. Вопрос с подтоплением подвала власти города пообещали решить. Как знает Елена Карнаухова. Более десяти лет жители дома номер 59 по улице Хрусталёва борются с подтоплением в подвале. В нём постоянно стоит вода. Средний её уровень около 70 сантиметров. Такая ситуация возникла из-за того, что дом стоит на грунтовых водах, говорит Олег Кизименко. Мы находимся в русле реки. Когда-то давным-давно здесь проходила река. Вот здесь мы с вами находимся. Естественно, грунтовые воды подходят. Интенсивность поступления воды зависит от погодных условий. Вода выступает крайне неравномерно. После дождей уровень повышается значительно. В сухое время вода практически уходит. В подвальные помещения боятся заходить специалисты, опасаясь удара электрическим током. Летом жильцов беспокоит огромное количество комаров. Но теперь проблемы с подтоплением подвала городские власти пообещали решить окончательно. Сначала планируется установить стационарный насос для откачки грунтовых вод. На него выделят около 40 тысяч гривен. Насос будет приобретаться в течение января месяца. За это время, как вы видите, будет дежурить здесь водоканал, чтобы больше не было такого подмыва, такого количества воды. В этом году будут заложены деньги на проектирование естественного дренажа. И в этом году мы выполним проектное решение. В следующий год планируем заложить деньги для выполнения этих работ. Этот год будет работать проектное решение по строительству дома. То есть в подвале будет установлен дренажный насос. Елена Колесова рассказала, важный момент после установки насоса – это обеспечить его сохранность, чтобы не допустить повторную кражу. Подвал закроют на замок, а сам же агрегат для откачки воды будет работать автоматически. Есть специальный колодец. Вон здесь вы можете его увидеть. Как только будет подниматься уровень воды, будет включаться автоматикой, и насос будет производить откачку воды. Сейчас подвал дома номер 59 по улице Хрусталёва приводят в порядок. Совместными усилиями Севгорводоканала и РЭП номер 7 откачивают воду. На месте работает вакуумная машина и трактор с отробежным насосом, а также мотопомпа. За три дня работы с субботы по понедельник было откачано порядка 200 кубов воды. Олег Кизименко рассказал, насос в подвале планируется установить в течение двух-трёх недель. Елена Корнухова, Виталий Козловский, программа «Наше время». Большой труд маленькими руками. В новом году в Центре реабилитации для детей-инвалидов уже готовы приступить к занятиям. Сейчас в учреждении порядка 60 ребят. В ближайшее время им предстоит пройти период адаптации. Затем на протяжении полугода с юными севастопольцами будут работать учителя, психологи и врачи-реабилитологи. Но трудовые будни в Центре решили начать необычно. Занятия в Центре реабилитации для детей-инвалидов в этом году решили начать с праздника. С января 2014 учиться ходить, говорить, развиваться творчески и физически. Будут уже свыше 60 ребят. У нас пришли новые дети на реабилитацию. И пришли те дети, которые были с сентября и в декабря. Поэтому мы решили с начала их реабилитации начать с творчества. Любое творчество, а особенно творчество детей, это уже есть врачевание. У 4-летней Элины ДЦП. Мама девочки рассказывает, страшный диагноз ребенку поставили в год и два месяца. Ребенок самостоятельно не ходит и не сидит. В Центр реабилитации за помощью обратились впервые. Мы раньше были и в Киеве, и во Львове, в Симферополе, везде обращались, где только могли. Ну, как бы результаты есть, но небольшие. Мы надеемся, что здесь нам помогут. На маленький, но такой важный праздник для ребят с подарками пришли представители депутатского корпуса от партии регионов. Сергей Шестов отмечает, президент страны в программе «Украина для людей» выделяет одно из приоритетных направлений. Забота о подрастающем поколении, воспитание как физически, так и духовно. И в первую очередь, это помощь детям, нуждающимся в реабилитации. Самый главный вопрос, чтобы они были в обществе, чтобы они не оставались одни дома. И мы выявляем все эти случаи, сами идем на встречу и родителям, и этим семьям. Скоро мы будем принимать в городском совете новое положение о развитии Цента. Конечно же, будем всячески поддерживать. В Центре рассказывают, самое большое количество ребят, проходящих реабилитацию в учреждении, это дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. И в 2013-м здесь таких было свыше 61%. В этом году специалисты говорят уже о цифре 65%. На втором месте – на залоге с нарушением интеллекта и психическими заболеваниями. Задачи Центра на 2014 год – особое внимание группе матери и ребенка, то есть детям от 6 месяцев до 3 лет. Развитие эрготерапии, области медицины, занимающейся восстановлением утраченных двигательных навыков. В марте-апреле специалисты учреждения планируют представить еще две программы реабилитации – ранний детский аутизм и синдром Дауна. Наталья Двойцина, Екатерина Долгополова. Программа «Наше время». И к новостям спорта. Сегодня стало известно имя главного тренера футбольного клуба «Севастополь». На эту должность назначен болгарский специалист Ангел Хчервенков. Наставник хорошо знаком с севастопольским любителем футбола. Именно он тренировал клуб в весенней части сезона 2010-2011 годов. Тогда, несмотря на яркую игру, команда покинула премьер-лигу, заняв предпоследнее место в турнирной таблице. Из-за неудовлетворительного результата наставник был отправлен в отставку. Теперь же он вновь назначен главным тренером. Сегодня Ангела Хчервенкова представили игрокам и персоналу клуба, с которыми он и будет продолжать подготовку к весенним играм чемпионата. И далее наш выпуск продолжат новости спорта от Владимира Мелянского. Состоялась встреча спортивного актива Севастополя с депутатами городского совета под эгидой общественной организации объединения поддержки и развития молодежи и спорта Севастополя, организованной Александром Синявским. Заслушанные вопросы запуска программы социальной рекламы, связанной с пропагандой физической культуры и спорта, выделение земельных участков под индивидуальное строительство, заслуженным мастером спорта и заслуженным тренером, мировым и европейским чемпионом, ветераном севастопольского спорта, а также вопросом, связанными с развитием спорта в пригородной зоне и сельской местности. Приятно, что целый ряд депутатов городского совета возглавляют общественные спортивные организации. Александр Красильников – Федерацию футбола, Сергей Смоленинов – Федерацию бокса, Сергей Гоголинский – Футзала, Андрей Ермовский – Боевого самбо, Олег Антоненков – Пауэрлифтинга, Андрей Луненок – Боевого искусства «Миксфайт». 20 ведущих атлетов Севастополя получают уже третий год ежемесячную поддержку в размере 2000 гривен от городского совета и госадминистрации. С ведущими атлетами спортивной общественностью, ветеранами севастопольского спорта были обсуждены вопросы детского спорта, здорового образа жизни Карпом Булатовым, Михаилом Брицыным, Иваном Ермаковым, Ниной Прудниковой. Остро поставлены вопросы руководителям Федерации конного спорта Ульяновым, сельского спорта Филипповским, жизни ветеранов севастопольского спорта Колчановым. Радует серьезная поддержка развития молодежи и спорта депутатским корпусом и городской государственной администрации. Но проблем много. Владимир Мелянский, Денис Корвель, программа «Наше время». И на этом у меня все. Оставайтесь с СТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин